13 мая в Нарьинмаре состоялось оперативное антикризисное совещание с участием в Рио губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного и в Рио губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Итогом совещания стало подписание меморандума о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта России. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ненецкого округа. Далее все подробности. Открыл совещание исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Процентр сегодня формируется за счет поступления от недропользователей. Точнее, ну иначе говоря, он напрямую зависит от нефти, от стоимости на нефть. В условиях развивающегося экономического кризиса, международного экономического кризиса, шансов на то, что произойдет какое-то чудо, практически нет. Бюджет нашего округа рассчитан из цены на нефть 57 долларов, и мы понимаем, что практически половина дохода бюджета сегодня выпадает. При всем при этом у нас с вами колоссальные обязательства перед жителями. Это гарантии, это льготы, это субсидии, которые мы обязаны с вами выполнять. Однако, правда в том, что к 1 июля, уважаемые коллеги, эти обязательства мы по большому счету не сможем выполнять. Безусловно, что в этих условиях надо искать какой-то выход. Мы с вами фактически стоим на краю пропасти. Опять же, я не драматизирую, действительно, мы на краю пропасти стоим. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей, нам, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Александр Цибульский в своем выступлении, в свою очередь, подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают, исторически находясь в тесном контакте. Вот мы буквально сегодня в 11 часов утра с Юрием Васильевичем вместе участвовали в заседании Государственной комиссии по развитию Арктики. И могу вам сказать, что такого внимания к развитию этого региона, наверное, в истории самых, может быть, начальных советских времен еще не было. Те ресурсы, ту роль, которую сегодня государство отводит Арктике, то геостратегическому положению, которое ее признается, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития арктических регионов. К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему, являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будет всегда поодиночке проигрывать эту глобальную, ну, если сказать, войну или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться. Объединив усилия, на мой взгляд, создав, возможно, предложив создав такой крупнейший, сильнейший, мощнейший, исторически, на самом деле, наиболее, наверное, значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами совершенно другие получить возможности для развития, совершенно другие привлечь и крупные инвестиции, и государственные, и частные, и в этом смысле, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан. Обсудить этот вопрос и начать обсуждение этого вопроса для того, чтобы, отбросив эмоции, посмотреть и принять те решения, за которые наши с вами дети будут говорить нам спасибо. Нам нужна территория, которую мы должны оставить процветающей, перспективной и имеющей огромный экономический потенциал. У нас есть возможность сейчас, и это, на самом деле, исторический момент, когда мы можем это решение с вами принять. Основными целями создания нового субъекта меморандумом определяются ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого округа, а также повышение уровня жизни населения обоих регионов. При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа. Уже после подписания меморандума на брифинге для региональных СМИ в Рио губернатора Архангельской области особо подчеркнул. Сегодня мы договорились о том, что мы начинаем такую широкую дискуссию с большим привлечением всей общественности, как Архангельской области, так и Ненецкого автономного округа, к обсуждению возможности объединения наших регионов. Мы надеемся, что наибольшее количество жителей в этой дискуссии примут участие, и если они сочтут это предложение возможным и перспективным, то тогда мы уже будем выходить с решениями о том, что такое объединение может состояться. Но опять же, это всегда будет решаться путем открытого возъявления наших жителей, путем референдума. Его коллега в Рио губернатора Ненецкого округа также отметил. При решении за людьми и делать мы будем все это максимально открыто. В совещании принимали участие и спикеры региональных парламентов. Практика других субъектов, практика нашей жизни показывает о том, что когда люди объединяются в любом деле, получается гораздо больше, гораздо больше возможностей. И с экономической точки зрения, и естественно, с точки зрения развития социальной инфраструктуры. Любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при информационной открытости, и, конечно же, с уважением к людям, которые живут в наших регионах. Во главу угла и сегодняшнего разговора, и возможных решений мы ставим только одно – повышение благосостояния жизни наших людей в наших регионах. Именно этим продиктована наша сегодняшняя встреча. Конечно, предстоит дальнейший очень серьезный разговор в рамках рабочих групп, которые мы будем вести обязательно и с Арканской областью, и здесь, на территории Ненецкого автономного округа. Мы действительно будем приходить к общему знаменателю для того, чтобы решить те вопросы, которые нами были озвучены. Впереди предстоит большая серьезная работа. Я полагаю, могу открыто заявить о том, что она будет максимально транспарентной. Рабочие группы были созданы сегодня же, 13 мая, распоряжением Александра Цибульского и Юрия Бездудного. На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта. Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов. Сопредседателями комиссии станут временно исполняющие обязанности губернаторов объединяемых субъектов. Редактор субъектов А.Семкин Корректор А.Егорова